Керри Тинни, да. А что у Рубика вообще? У него либо сниженный монокост на краненном спеле, либо с каждым использованным спелом, по-моему. Это Дазл, кстати. Это медовый Дазл, да? В Тимбере. У Дазла тоже крутой аспект там есть. Да, медовый Дазл. И врожденка тоже. И учитывая, что это саппорт, это вообще удивительно. А так неубиваемая, конечно, машина. Зацените новых волков. Выглядят они максимально мемно. А еще мемнее будет выглядеть этот размен. Потому что Вайт Мун забирает себе ФБ. Левый Драфт может оказаться супер-мега-чизовым, если он будет реализован, да? Если он не проиграет линии, если его не сдоминирует, то что ББ, очевидно, мидгейм очень хороший. Много дэмэджа, много контроля. Вайт Мун. Печали. Таверня. И Пьюр отходит. Перехвалили, знаешь. А это, кстати, слушай, Фейт Болт не контрали увеличению. Ой-ой-ой, Пьюр, 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 Пьюр. Ваня в таверне. Мейера не отпускает таких ребят. Фейт Болт, получается, это ответка на просто тычпая. Супер-мега-сложная, оказывается. Если ты вспомнишь, еще в предыдущем патче мы видели Вайда от Тобсона. Кстати, тот же самый матчап, Тобсон против Дани. И Дани играл на котле, и он просто буквально ничего не мог сделать с этим Вайдом. Подожди, у нас тут ПХ, Румит, Бот. Пьюру, запилка пошла. Потому что просто невозможно стоять лайн. И Пьюр такой, так, Тобсон, может отпустишь немножко там этого Тимбера, давай не будешь его гонять, чтобы он не приходил ко мне на ботом. Потому что я уже дважды в таверне оказался. Обидно, что Мейера там фраг не оставила. Тут Рамзес на шишечку он получил. Ему не дали, на Сейнайт Полу походу дали инфу, чтобы шип-шип был нажат, но такого он не ожидал. Что от Ликана-то он может быть еще и убежит, но от остальных никаким образом. Жестко. Сразу телепорт на Мит, Тобсон вообще не теряет крепочков. И Пьюр также полетел, а почему не через портал? Отменил, потому что захотел забрать вышку в холл. Зачем не пробит любой талии. А вот это то, что нужно. То, что доктор прописал. Собственно, очень важно здесь было забрать. Он супер открыто играл. И сразу выход под Мит, ни о чем вообще не думая. На халяву. Это просто получилось на халяву, потому что, казалось бы, очевидно, что сейчас Тардар купит блин, ведь он давно ничего не приводил с ними. Это герой, который может войти в драку, и вот тут его могут вынудить войти в нее, но Nightfall просто отойдет. Да, и при этом, кстати, каждый раз Таранта Токио просто на 10 на 10 отыгрывает по мапе. Так, подожди, у нас у Вайтмуна проблемки не большие. Не подицы совершенно находятся здесь. Еще и КПК пришел напильниками дорабатывать. Тобсон, неужели он реально здесь подставляется настолько жестко? А не опасно ли? А не опасно ли? Мьера влетает, не попадает своим станом. Nightfall просто сгорит под poison touch'ем от Тобсона. Но проблема в том, что это все еще размен в Дазла, и не то, чтобы он в диком плюсе для тундры. Но, наверное, хорошо то, что все остальные фармили. Рамзес так и не хочет врываться со своим линком. Так он опаздывал, он очень долго шел, и вдобавок к этому, пока пьюр подбежал, все уже закончилось. Они хотят драться. Честно говоря, не совсем, потому что я не особо понимаю, как Дазл скилится. В смысле? Офигенно. Ну, вроде как офигенно, а с другой стороны тебя Тиня может этой веткой как придавить, и вот нападение в Дазла. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну тут не про скейлинг, конечно, совершенно, но забрали его довольно быстро. Вайт Мун может оказаться также в таверне, но хороший подсейф от Найн-класса. Пять тысяч уже за ББ. Пока что достаточно легко, ведь давай так, Топсон каждый раз. Вот сейчас у нас вроде как сделал размена, поэтому оказался в таверне. Вышел из таверны, снова умер. Да, да, это правда. Для него наступает тяжелые времена, хотя все еще у него довольно неплохой Детворс. Найн-класс податакает. Мира вместе с стороной Токио не спасает его ультимейт. Напильник от Дании работает на все сто. Ну, драфт такой, да. Давление сумасшедшее от ББ. И должно было быть, я его и ожидал, но мы видим то, что только... ГПК и компания заходят на Топсона. Топсон лучшая цель. Сразу же Миро здесь же. И Матвей таких не должен отпускать ни в коем случае. Крест на себя. Топсон продолжает старупа. Миро очень больно. Рамзес его может распилить просто здесь. Или нет? Нет. А почему? Где Килингблейд? Я не очень понял, где он был, но здесь суть важна. ГПК. Пьюр тем временем на развороте. Из Инвиза выходит. Ноль с пол. Пьюр совершенно этого не ожидал. Он просто раскастовывает, распиливает сверху. 47 секунд в таверне для него. Вайтмунд не уйдет. Если только идеально все не нажмет. Хотя я, честно говоря, не знаю, какие тут вообще ауты для него. Вайтмунд нажмешь к ШБ. Просто добежит своего оппонента. Выложишь никуда. Вайтмунд! Тип аут! Есть чем сбить. Тосик прилетает. Это минус 4 от ББ в размен на 2. И сейв с него крестом. О мой бог. По логике вещей не контрится. Человек контрится аксом. Но аксового тиммейта. Видит, видит, видит двоих. Можно влететь. ГПК сам влетает. Вайтмунд больно. Но не настолько. Рамзес под крестом. Окей, держим. Как Рамзес будет здесь жить? Как ему вообще хоть что-то нажать? А у него еще и КДшка, ПКБшки. Такие файты нельзя принимать. Пьюр под ультой. Хавает Симмерсто. В таверну одного. В таверну второго. Но ненадолго. На 5 секунд. Он сейчас вернется обратно с Аегисом. Точнее, уже без него. Влетает. Сейв. Что? Чего? Куда? Он заколил? Он заколил с тех? Или что это было сейчас? Ладно, потом разберемся. Тем временем Петаса по Пьюру. Пьюру больно. Последнюю точку. Бетнайфол. Он берет полено. И она летит прямиком в Пьюра. Прямиком в пятую точку. Туда же Вайтмунд, но он успевает нажать ТП. Зачитал удачно. И все это безпокам. Это просто перевернуло всю драку. Это правда. Это правда. Интересно, как бы она продолжилась без этого кола. Но мы уже никогда не узнаем тем временем очередная заруба. Рамзес. Прижимает ПКБ. Пытается контролить здесь Найтфола. Есть ли демочка какой-то? ГПК на бэклайн. Минус один саппорт. Минус второй саппорт. Тайнкласс отсюда точно не уйдет. Это лютое вообще разворачивание от Дани. Тем, насколько швастно реализует своих героев ББ. Ну и конечно же Рубик от сейва. Это вообще отдельно. Любо дорого смотреть. Жду его Пуджа. Рамзес куда прыгнул? На Роман без БКБ, да? Да, Роман без БКБ. Это таверна. 50 секунд. Кто кого еще заколил? Там еще такой приятный КД для Рубика. Учитывая то, что у него есть талант на КД спелл стилов. А какую он там шмотку взял? Ну а демоджа где? Я честно скажу, мне кажется, люто зачилиться на хайграунде. Да, условно даже отдать еще один Айгис. Возможно. Шансы есть. Тем временем. Макс снова в какой-то передряге лютейшем. Да что происходит, Роман? Роман теперь каждый раз находит. Я понимаю, что карта очень сейчас сузилась для тундры. Но возможно стоит поиграть немножко пассивнее в этом случае. И Вайт Моооон. Ну ладно, здесь не должен погибать. Крест есть. Так, Веркет папочкой. Упс, поставил прыжок по Муэрте-Муэрте. Девятый класс. Ультимейт нажал. Успевает жить совершенно спокойно. По нему просто не проходит демидж. Надо убегать по-хорошему ему. Но он, видимо, понял, что он остается здесь. Импетусы парочка раз доделают это дело. Веркет время в бэклайне. Прожимает Мейера. ПТПС неплохо, но надо отступать. ГПК. Сейчас будет подрыв. И Рамзесу больно. Жесть как! Саганима ГПК. Боже мой. И Топиас просто вне оппозиции, как и вся его команда. Ван бай ван. Они сыпятся налево и направо. И ПП выиграют эту драку. Заберут Рошана. И можно они на самом деле... Нет, нельзя. Ладно. Эх, ты ждал. Ты ждал того момента. Но я подозревал. Я подозревал, что кто-кто, но Пьюр и Рамзес. Это два парня, которые знают толк в написании двух букв. Здесь может прыгнуть акция, кто-то закричит. Сеп, я хотел сказать. Но что-то тут кого-то располовинил. Это был девятый класс. День класс. Слишком больно уже, конечно, влетает урон. Ну, мы говорили про тридцатку Эйгис. Тащи тридцать пять Эйгис, да? Но в целом и так неплохо. Рамзес. Больновато. Импетусу уже наваливает конкретно. Вот казалось бы, ну, понерфите вы уже в новом патче. Да, попытка Тундры зацепиться за игру в четвером в Смаках. Девятый класс уже летит туда на ревилку. Но казалось бы, он без байбека. Рототоки все это дело видит, этот телепорт. Рошан уже упал. И неужели будут драться? Ну, нельзя же драться. В Эйгис девятый класс просто держит этого тинника. Найтфо нажимает БКБ. Попыка засыпает Дазла. Бьет этого Пьюра по голове. Ну, а дальше. Дальше Вайтмун отправился в таверну. Топсон тут встретили. Кресты даешь на себя. Ну, а дальше что? А дальше жить, пытаться. Форстап нажимает на себя. Топсон просто бежит вместе с Найн-классом. И в это время прожимается. Я говорил, мастера. Мастера за клавиатурами знают, как нажимать. Ой, а начиналось как красиво. Шикарная карта с точки зрения того, что мы ждали до вот этого большого Дазла. Акс доапармливает Блинк. И вроде как начинается месиво. Вроде как Тундра имеет шансы на то, чтобы отыграться с минус 4 тысяч. Под действием Chemical Rage. Да 100% второе. Ну, то есть 250 голды это суппорт вариант, мне кажется. Реально с пулом Ботла. Да это даже не суппорт вариант. Ну, реально, 250 голды что это такое? Это ты раз получил и все. Да, я тоже не понимаю, но глупость. Ребят, это путь Шкоровый, да? Путь Шкоровый, путь, путь. Нет, 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 подожди, подожди, подожди. Это сейв, 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 сейв. ГПК на ДП. Понимаешь, что в описании. Чем больше рейнджа, тем больше дэмэджа. Вот так. Тем временем Хукетки прилетает от Сейва. Прямиком по Вайтмуну. Вайтмуну больно. И его должны забирать. Он, конечно, щиток повесит. Но самое главное, что в таверне он просидит 11 секунд. Слава новому таланту. О, это ФБ для ГПК. Это то, чего не хватало в прошлой игре. Это глоток воздуха. А здесь у нас что? Здесь у нас ГПК будет чувствовать себя максимально комфортно. Он себе уже везет стики и нулик. Дэмэджи магические, фиксированные. Поэтому не так легко, оба что-то будет в центре. Ёй-ёй-ёй, Хукет, Сейва, Пьюр со щитами. Но скоро будет без них. И вайпер обязан забирать его. Но Пьюр забирает первым Сейва. Но размин, очевидно, для БП в пользу. Но с другой стороны... А, так это еще и соло экспири. Так точно в пользу, потому что вайпер забрал соло экспу. Линия стоит под вышкой. И сейчас тампларка вернется. Он хотя бы одним Хуком-то промазал вообще, по-моему, ни разу еще. Пока не было. Ой-ой-ой, четвертый Хук подряд. Ребята, вайтмун все-таки оказывается под вышкой. Но это опять же какое-то время он поживет. Поживет. Выходит, пытается, пытается выйти. Ничего не получается. И это плюс жирочек для Сейва. Так а что, может Сейва ФСИ здесь вообще собрать? Черчейнмейл начать и побежать в эту тампларку? Тоже вариант, но слишком, мне кажется, альтернативно. Плюс Транквилы все же приятнее будут. В какой-то момент Найтфолл. Пошла. Пошел дамаг против Рамзес. Рамзес такой, что? Когда он первое РП дал, помнишь? Клип Сима. Что это вообще такое? Вот тут то же самое было. Ты вроде убил ВК, он следующий бьет по себе. Да, повезло здесь. Томато Токио со своей Гарпи очень много сделал. И вдобавок к этому получил большое количество экспо. А тут у нас Сейн 3 ГПК высасывает. Просто и Тобсона почти всю жизнь. И тип сверху туда же. И фэнкью. Ответный. Сегодня у нас день бэдменерсов прямо. Да, погоди, это был ответ. Там сначала Тобсона сказал спасибо за веточку. Так что 1-1, окей. Тобсона забирает еще одну руну. Ну, как будто бы ему очень сложно в данный момент играть Тоту. Ждем активных рун, конечно же. Особенно вот Сейва, который пришел на мидл. Тем временем, пока он покинул эту площадку, Вайпера забрали. И забрали под вышкой, самое обидное. Да, Тобсона пошла как коксля. Но, походу, сейв не даст выйти отсюда Тобсону. ГПК надо очень грамотно сыграть. Хотя ладно, тут вообще без... Еще и Торо Дотокео пришел, Стасим, что? Почему? Это неприятно было. И сейчас другого двора просто. Саша говорит, ребят, мне дан Драгон Лэнс, надо? Алхимик, Абадон. А почему Абадон? Тут два Алхимика, один Абадон, короче. Потому что в начале умер от ГПК, забыл, что ли? А, точно, точно. Вайтмон забрать, забирает его ГПК. Тобсон тем времен на размене. Минус сейв, но 9-класс пытается уйти. Так он сейчас погибнет? Да, да. Так это что, героическая иллюзия? Как же было близко. Да, на тоненького. Мне кажется, он мог все-таки зафоллоуабить Белку под Т2, учитывая, что у него фарик еще сверху и стики. Но стики там... Да я не захотел рисковать. Так, Торо Дотокео за рудное развитие подошел. Что? Почему? Почему от него просто отстали? Ой, мой бог. Рамзес. Замедло. 9-класс, конечно, дает что-то. Так, стики, стики, стики. И бабочек вызвать Торо Дотокео, давай. Нет. Что-то как-то с управлением не получилось. Учитывая, что у него еще и фарик был, вроде жил. Но может и нет. А это кого волнует? Может он понимал, что он не выходит и зачем тратит лишние рецепты? А ну и к лучшему, знаешь. Наверное-то отдохнешь, пока подумаешь. Тяжечко. Ну сейчас спасут хуком просто. Он еще остановил. Да, да, да. Но станчик летит и дайв под вышку. Учитывая, что у Тобсона есть ультимейт, ему просто это сделать. И сейв тоже может погибнуть здесь. Есть дэмэдж, вот пюр довольно объемный. Виталий Мельник, привет. Торо Дотокео пришел вместе с ГПК, контратакой. Есть чем зацепить, нет? А где за... И пошла банка. Найн-класс связка. Комбинация должна сработать, если Торо Дотокео не нажмет ни одной кнопки. Он не нажимает ничего, потому как просто не выпускает из стана. И вчетвером сюда стянулись ради пятерки. Тройку не получилось законтролить. Кстати, почти стан сбили. Тобсона сейв. На хосте обнимает. Тобсона ультимейта пока нет, но этого и не надо. ГПК сам нажал свой экзорцизм. И Вайтмон, очевидно, не сможет оставить своего товарища. И очень важно, чтобы Тобсона отсюда не вышел. Но он выходит. И что самое главное, они на развороте играют всей командой. Снова тпшнулись прямо под ГПК. И убивает его прямо под экзорцизмом. Да как же так? Еще один стифон. Последняя тычка. Пюр! Мэлдаба пытался добить своего оппонента. Не хватило. ГПК набирает превосходство. И вот, ребята, из БББ. Белду! Куда? Кат. Это что такое? Что за читы от Саева? Там был опс или что это за халява была? Я что-то вообще не понял. Не, он просто понял. Конечно. Ну, судя по предыдущим моментам игровым, они стягивались постоянно. Опа! Вот и сейв работает твоей ручкой. И все. Минус Тобсона. У вас нет мидера. Как продолжать дальше драку? Там экзайд, ГПК, просто зафармить стаки, плюс потом подамажить А2 вышку на боте. Чересчур легко. Примяйте память вместе, сейв, нажимает дисмембер. Если хоть кто-нибудь в помощь. Нет, никого нет. Никто не придет. И это Рошан? Это легкий Рошан для ББ. Я думаю, прямо сейчас нужно идти, а чтобы даже не думать. Самое интересное, что там Тундра смаканулась ботом. Никого не нашла. А теперь найдет в Твингейт идут ББ. Ван бай ван. Торонто-Токио будет первым, кто найдет. Сейв с блинка уходит. Снимает позиционку Найт, пол готов впрячься сюда. А напомню, что Тобстона нет, как и не было. Он в таверне все это время сидит. И Торонто-Токио может даже и погибнет из-за Вестала. Но остальных-то тут оставит просто. Да, Рамзе с таверня. Кого там? Темпларка ушла все-таки с блинка. Молодец. И Абадон также смог выйти. Ну, Темпларка поняла, что Бахнет жареный. Просто блинка вот нажала. Потому что, а как в принципе драться? Какой-то чем ДП убить сейчас? И что, это выход под мид? И это просто с Хаваной Пьюр Ваней. Отсюда не уйти. Несмотря даже на подсейп Вайт Муна. Но очевидно, этого Шелдане и хватит. Контроль пошел на Алхимоса. Тобстон должен нажимать ультимейт, просто пытаться уйти. Стан в лицо от Найфола. И туда же просто влетает умопрочительное количество дэмэджа. Какой экзорсис, да нахер нужен вообще? Тут легчайшим образом вы стираете двух коров. Просто за одно касание пальчиком. Да. Так что? И ты их тут сюда! Домой! И Пьюр попробует кэш забрать хотя бы сливать с тобой, но у него это не получится. Ну, давай так. Я уже кого-то порадовал на 2 900 с копейками. Поэтому, ребятки, бейте. Аналитики с помощью колотушки Рингмастера определяют количество. И не забывайте наслаждаться игрой. Остальное за минлайн. А тем временем очень хороший мув по тундре. Они все еще способны своего таргета спокойно забирать. И тем временем забирает кого тут у нас? Кентавр только, да? Больше все остальные просто убежали. Не в ту дверь. Да и Фикс это я ничего, слушай. Она даже счастлива, что его били из-за этого кентавра. Но Эйфол тоже не таргет. Да. Он все-таки реинкарнацию имеет. Убить один раз. Придется вставать еще. Там все остальные стянутся. И нашли Найтфола. Не таргет так, не таргет. И все равно спасет. Хотя, мне кажется, ошибочно. Можно было оставить его здесь погибать. Так они вернутся. И просто на развороте им дать по щам. Вон Мира уже прилетел. Найтфол уже бежит сам вперед. Прыжок просто в пятерых. И само собой первый раз он здесь погибает. Топс нужно окручивать. Хук. Ой-ой-ой-ой. Пьюр сделал блинкаут. Просто из-под этого хука на котор-атаке. Минус вайпер, минус сейв. А как же так? ГПК, конечно, наваливает неплохо. Пьюр, кажется, зашел слишком далеко. В этой драке нажал по КБ. Поэтому он ему помогает. Накидывает щасочки. Накидывает килл. Рамзест. Еще контроль на Врейв Кинга. ВК умрет второй раз подряд. Что? Там Экза не было. Слушай, ВК действительно погибает второй раз подряд. Торонто Токио убил этого алхимика. Экзорциз пошел. От ГПК. Надо дать демиджа по Вайтмуну. Найн-классу. Но Пьюр далеко, кстати. Его бы тоже зацепить. Торонто Токио пошел за белкой. Он вообще не хочет на белке видеть. Но пришлось собрать. И, наконец-то, он смог его реализовать. Потому что без этого Вестола Банса не погибала. Возможно... Опа! А что это такое? А тут заход в лес под Виженом. И сейф по Папсам просто бьет. Это не тот двор. Не тот двор, ребята. Блин. Как ты пасил странно. И ГПК еще и мид отпушивает. Что-то перепугался, что он с Рамзест. Ну, решил, что лучше не давать лишнего шанса своему сопернику подцепить тебя. Кстати, не хрань. Да. И Миньера еще добрал. Это что, на двойной аронах мудрости произошло? Торонто Токио. И, тем временем, контр-атака тундры на миде. Потому как они прекрасно понимают, что без двух героев ВП остались здесь. Правда, те успеют подойти, если драка будет долгой. Сори. И все-таки расходятся, да? По добру, по здорову. Я уже не знаю, понимают ли они то, что оппонент нажал смок. Но вроде как довольно легко должно было читаться. Учитывая то, что все находились на миде. Плюс еще и Абадон. ТП шнулся туда же. Сейф. Блинкаут. Не успевает. Рамзе зацепило. Во, это минус паджик. И пошел хавать. Но если кто-нибудь, то поможет пьюру. Стампит ему помогает. ВКБшка помогает. Найт Волл. Кого-то зафокусит. Топсона. Окей. Все вместе просто окружить. Алхимик будет погибать. Но Муспит. Муспит, дамы и господа, спасает. Найт Волл не знает, кого зафокусит. Первый стан в БКБ. Второй стан в Абадон и ультимейт. И Найн Класс оказался последним, кто здесь погибнет в этой драке. Что вообще происходит? Это какой-то, знаешь, кто влез, кто под рова. Как будто бы несколько РПшек новых закинули. И все просто бегают в разные стороны. Проблема в том, что очень поздно прибежал Алхимик. Потому что там побежал Абадон. Вроде... Захут, Захут. В двоечку. Найт Волл идет вперед. И Найн Класс найдут идеальный таргет для того, чтобы просто быстро забрать Белку. Но та живет. Найн Фолл. Его стейп спасает. Но ненадолго оказался на него в пузике. Потому что контратака шикарная была Топсона вместе с Пьюром. ГПК в спину Пьюру пытается накатить все, что возможно. Там БКБшка скоро закончится. Он заканчивается. Щит есть от Вайтмуна. Но демоджа вполне вероятно хватит. Он бежит дальше просто к себе на хайграут. Отпустите же его. Радианс дамажится. Еще один щит от Вайтмуна. Еще один подхил. И Пьюр живет. Пьюр живет и готов сразиться на развороте. БКБшек нет. У БП так же, как и у Тундры. И в целом можно так же и откатить обратно. Да, пошел паровозик смерти от Тундры. Но у Топсона нет ультимейта. 8 секунд. Надо немножко переждать. Рамзес станет иллюзией. ГПК оказался в центре сражения. Рамзес на него дает Эбл Эйш. Пьюр! Очень больно. Меря вместе с Торонто Токио. Все-таки финальная дычка прямиком по Ивану. Топсон пытается смотреть. Сделает блинкаут. Окей. Найтфол. Чейзинг по Вайтмуну. Вайтмуну идет. Или нет? Вайтмуну больно? Тюди Питю не хочет. Еще одну тычечку. Там Курсас работает. Курсас работает. КПК решил не ждать. О, ну как же это все. Шардецки, да, вроде не меняли. Это правда. Окей. Поставляется у нас Мейера. Точнее хочет. Токио. Под атаку его можно быстро заберстить. Но есть хук от Сейва. И сразу же эти Смембер. Найтфол на контратаке. Сразу же Пьюра понимает, что так быстро они его не зафокусят. Давайте какую-нибудь попроще таргет возьмем. Попроще это Вайтмун. Выбили из него ультимейт. Дается стан еще раз Пьюра. Пьюра держит пока по КБшку. Думает, ладно, окей. Стампит контратаке от Топсона. И Петус изжигает ему ХП. Нормально так он решил, что надо свалить. Сейв пока кайтит Пьюра при помощи Гаста. Проблема, что Вайтмун отсюда не уйдет. У него нет ультимейта. И у него есть бэйбэк. Надо, возможно, нажимать. Пока все твои ультимейты не погибли. Но Топсон уже под фокусом. И Петус выстирает его за секунду. Богоподобие лига ПК. И Пьюр пытается свалить. Рамзес. Надо паут нажать. Есть ли его какой-нибудь? Хук. Сюда. Как же сыграно от сейва. Не то, чтобы потеря Александра в самом начале драки была бы настолько критическая. Хотя, конечно, Энчантра сносит уйму урона. Но... Это будет просто уничтожать. Сейв. Опасненько. Торонто-Токио вместе с ним. Но Вайтмуна они вполне вероятно просто тут забирают. Да, оставляют Юрок живых. Вайтмун красава. Затрейдил собственную жизнь. ПКБ готово на Торонто-Токио. Уитого у нас будет 4 ПКБшки. Единственное, ПКБ отсутствует на Вайпере со стороны ББ. Кстати, благо Абадон-то быстро ресается. И это большой плюс. Ведь на горку теперь не зайдет. Это ничья, потому что люди обычно не собирали. Но, видимо, стало комфортнее. Торонто-Токио любит еще и Мидас на него собрать. Поэтому он все может нам показать. Все может показать. Заход от Вайпера. Вайпер уже активно бьет милишный. Прыжок от Рамзеса. Тобсон накручивает. И прыжок от Нетфола. Вопрос куда? Фьюра. Окей. Фьюр пытается ответно откинуть. Снова банка Тобсона. А милишный барак уже упал. Нападение Вайпера. Так, сейф подходит, жрет. И просто отходит. Окей. А если какой-то честь, то вообще БКБшки со стороны Тундры не потрачены. БКБ на Найтфолле отсутствует. Но они не выбили реинкарнацию. Это главный минус. Тобсон готовит еще одну. Да, но это было что-то на потном. Поэтому он произошел. Мини-нападение на Белку. На кого? Что? Кого? Какой фокус-то дать, ребята? Непонятно совершенно. Тотальная дисфокализация происходит. Одного можно? Сам себе банку зарядил в лицо. Никого не нашел. Стоит под станом. Пьюр нормально. Дэмэдж наваливает. Найтфолл. В лед. Ну, какой пассивненький в целом. А почему просто не зайти на ХГ и не воспользоваться Аганиму? На АВК? Тут вот наполинус сейва форстафу. Трайли-таргет сейв. Погибает. Но дает дисмембер перед собственной смертью. Аганиму ВК. И дэмэдж пошел все-таки по Тобсону Тобсон. Как он жульвет под Аганиму Вайтмуна. А ты говорил, не доживем. Вот оно. Дожили, дамы и господа. Работает Аганимщик. Мьера. Дэмэдж по Пьюру. Как же ему больно. Форстафает там сам себя. Тобсон Таверну. Дальше еще много дамаги прилетает. Еще и по Вайтмуну. На байбэках играет Тундра. Пьюр. Станчик пошел по ГПК. Даня без БКБ. Может здесь остаться. Парочку-тройочку. Посмотри, как мало дэмэджа от Пьюра. Просто жуть. Попытка выйти. Ну ладно, здесь он уже выйдет не успеет. Рамзес по итогу застанет. А за Дэйфоли за счет байбэков. Видит, видит. Но не тот этот таргет. Прыжок в никуда пока что. Почему не тот таргет? Посмотри, что с ним происходит. Вот он таргет. Вот он сейв. Все равно смог угнуть. Никто его не закрыл просто от Хука. Стампида пошла. Найтпола нет первой жизни. Дальше пошла кареточка от Рамзеса. Скорая помощь. Скорая помощь сюда просто прилетает. И в конце концов мы видим то, что Мьера могут дофокусить до конца. Торонто-Токио под ПКБ пытается разобраться на Найтполом. Куда еще дальше? И Темпларка. Темпларка пленкаут. Окей. Забрали Найн-классер. Амзес пробивает. Энчандрес. Энчандрес очень больно. Есть байбэк сразу же от Торонто-Токио. Топсон под фокусом. Пошел на него дэмэдж. Фьюр. Пытается выйти. ПКБ скоро закончится. Хука. От сейва. Самый важный момент. Дискмэмбер. И дальше выбить раперос из Пьюра Ивану. Ивану Габелла. 100 секунд таверни. Есть байбэк. Нажимает его сразу. Топсон тебе временем. Вот фокусом. От ГПК. Топсон тебе без байбэка. И надо пойти. А вот оно. А вот и оно. Полетели. Темпларка в повозке. Но, к сожалению, без рапероса уже дэмэджа просто нет. А вообще идея неплохая. Учитывая то, что ты не можешь бить по оппоненту в этой телеге. Апнули. Но вайпер, когда в тебя плюет, ты особо бегать не можешь. Так драка, по факту, наполовину закончилась. Да, от момента, где сейв заставил сначала еще, а потом уже смог еще раз фукнуть Пьюра. Так что, да, идеальная игра от Виталия Мельника на протяжении всей карты. Очень много сделал на этом Пудже. Я буду рад его увидеть еще на этом герое. Потому что, ну, с момента Берлина прошел год. Берлин-мажор, я имею ввиду. И с тех пор-то особо Виталий не брал себе этого героя. А мне прям обидно. Давай так, каждую игру, 15-ая минута, блин.